Всем привет и добро пожаловать в русский подкаст! Меня зовут Таня Климова, и здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. Спасибо, что слушаете! Сегодня я хочу рассказать вам о греческой демократии, о демократии в древних Афинах. Я недавно была в Греции, посетила Афины, столицу Греции, самый главный город в Греции. И это было очень интересно, я много узнала о древней греческой демократии. Вы знаете, что демократия – это тип политического режима, тип работы страны, как может работать страна, государство. Государство – значит страна. Часто греческую демократию идеализируют, говорят, что это идеальная ситуация. Там были и плюсы, и минусы. Давайте начнём! Итак, афинская демократия существовала в древней Греции. Существовала – значит была. Древняя Греция – это старая Греция. Это Греция до нашей эры. У нас есть официальная дата. Это дата рождения Иисуса Христа в христианской вере, в христианской религии. Это ноль. И то, что было до этой даты, мы говорим до нашей эры. Нашей эры и до нашей эры. Афинская демократия существовала с 594 года до нашей эры по 321 год до нашей эры. Я думаю, есть разные версии, но эта версия – это даты, которые я нашла с 594 года по 321 год до нашей эры. Это была первая демократическая форма правления. Правление – это контроль. Как мы контролируем страну, как мы организуем страну. Правление. Править – значит контролировать. Сейчас мы уже не говорим править о президентах, например, о министрах. Править – это больше для королей. Пётр Первый, Кристина – королева Швеции. Это править. Но это была уникальная форма правления, форма организации полиса, когда много-много людей вместе решали, как будет работать, функционировать их государство. Вообще в Древней Греции у нас были не страны и даже не города, а были полисы. Полис. Да, можно сказать, что это как город, это как регион. Полис. Была Спарта, были Афины, были другие полисы. И у каждого полиса, у каждого города были свои традиции, свое правление. Ещё раз, правление – это контроль над системой города. И также между этими полисами были войны. Война – это конфликт. И вот в Афинах была демократия. Демократия – это от слова demos, это люди, народ. И кратия, я поняла, это значит править. То есть это власть народа. Народ – это люди в стране, и власть – это контроль, власть народа, демократия. Но мы с вами увидим, что не всё было так идеально. До демократии в Афинах была аристократия и олигархия. Аристократия и олигархия – это когда полисом правили аристократы и олигархи. Это были привилегированные люди или привилегированные группы людей. Они в своих руках держали власть. Власть – это контроль над страной, над городом. Держать в своих руках власть – значит контролировать. Контролировать страну, город. Потом был период политической нестабильности. И было несколько людей, фигур, которые привели Афины к демократии. Приводить-привести – значит взять за руку и показать дорогу. Показать дорогу для чего-то. Приводить-привести. Отец привёл детей в зоопарк. Значит, он их взял и пошёл с ними в зоопарк. Политические лидеры привели Афины к демократии. Например, Салон. Был такой политик Салон. Он ослабил власть аристократов. Ослаблять-ослабить – значит сделать менее сильным. Ослаблять-ослабить власть аристократов. И также он дал право голоса обычным людям. Право голоса – это когда мы можем голосовать. Голосовать – это говорить, кто будет нашим президентом, нашим лидером. Право голосом. Сегодня в демократических странах право голоса есть у всех граждан страны. Гражданин, гражданка, граждане – это люди, у которых есть паспорт страны. Сейчас обычно у всех есть паспорт какой-то. Есть трудные ситуации, когда у человека нет паспорта. Но обычно, нормальная ситуация, у нас есть паспорт. Граждане страны. Сейчас нам кажется, что это нормально, что все граждане страны имеют право голоса. Могут голосовать. Но это не всегда было так. И вот Солон дал гражданам страны право голоса. Но, как мы увидим, не всем гражданам. Клисфен, еще один политик, тоже был за демократию. Он тоже много сделал для демократии в Афинах. И в результате, как работала эта демократия, почти треть граждан занимали какие-то должности. Треть значит 30%. Если вы читаете транскрипцию, вы можете увидеть, как это пишется. Треть – это где-то 30%. Половина – это 50%. Треть – это 33-30%. Занимали государственные должности. Должность – это работа, тип работы. Что мы должны делать. Государственная должность – это когда мы работаем на нашу страну, на наше государство. Занимали – значит у них были. Очень полезная фраза, дорогие друзья. Они занимают государственные должности. Значит они делают работу для страны. 33% – это очень много. Какой был ещё важный принцип демократии? Почти все должности выбирались по жребию. Жребий – это как лотерея. Когда у нас есть 10 кандидатур и имена написаны на бумаге, например, мы берём одну бумагу и читаем имя. То есть нет конкурса, не нужно платить, не нужно отправлять свою кандидатуру. Это просто лотерея, жребий. Должности – ещё раз это работа, это пост. Государственные – это в государстве, в стране. Государственные должности выбирались по жребию. Это значит, мы просто случайно, как лотерея, говорили, кто будет в этом году делать такую работу. Выполнять должность, делать работу. Было много разных должностей в Афинах. Например, были архонты. Архонты – это как лидеры, как депутаты сегодня. Сенаторы, депутаты, архонты. Они решали разные вопросы по жизни, по работе Афин, по работе Полиса. И эти архонты избирались по жребию. То есть сегодня этот человек мог быть архонтом, в следующем году его друг, его сосед и так далее. Также в Афинах был ариапаг, почти как сенат, совет старейшин. Старейшины, старейшина, старейшины – значит, в традиционном государстве это самый умный, самый мудрый, самый опытный человек. Мудрый – значит, умный, у него хорошие идеи. Опытный – значит, у него есть опыт. Он жил много и знает, как правильно делать вещи. И обычно это уже не молодые люди. В этом совете архонтов было девять архонтов. В ариапаге было девять архонтов. И они избирались пожизненно. Пожизненно – значит, на всю жизнь, навсегда. И не по жребию. Совет, где были самые опытные, умные люди. Чем занимался этот ариапаг? Они смотрели, чтобы законы соблюдались. Закон – это правило страны, правило нашей страны. Что все должны делать – это закон. Соблюдать закон – значит, делать так, как говорит закон. Например, если по закону нельзя курить в кафе, если мы курим в кафе, внутри, мы не соблюдаем закон. Если мы не курим, мы соблюдаем закон. Ариапаг смотрел, чтобы все соблюдали законы. И также у него была функция суда над убийцами. Суд – это трибунал, когда мы говорим, кто прав, кто не прав, кто хорошо сделал что-то, кто плохо сделал. Убийца – это человек, который убил другого человека. Он взял его жизнь. Очень-очень страшная вещь. И самый важный орган демократии в Афинах – это было народное собрание или народная ассамблея. Она называлась «экклессия». Как интересно, например, по-французски «эглиза» – это церковь, это религиозное слово сегодня. Но в Афинах «экклессия» – это было народное собрание. Народное – значит народ для людей. Собрание – это когда люди все вместе. Это был самый-самый главный орган демократии в Афинах. Это народное собрание. Там было 20 или 30 тысяч человек. 3-0-0-0-0-0. Очень много человек. И они собирались вместе каждые 8-9 дней. То есть каждые 8-9 дней они вместе обсуждали, дискутировали на разные темы, как жить в Афинах. Не все люди должны были приходить на эти встречи. Не все 20-30 тысяч, только несколько тысяч человек. Но это уже много. И если они жили далеко, иногда они должны были ночью идти, чтобы быть в Афинах во время этого собрания. Для самых бедных граждан Афин была компенсация. Если человек должен был работать в этот день, ему компенсировали деньги. То есть каждые 10 дней в Афинах несколько тысяч человек собирались и обсуждали жизнь их полисом. Также в Афинах был суд, то есть трибунал, где люди могли говорить о своих конфликтах. Кто-то взял землю, кто-то взял деньги. Там было 6 тысяч человек. 6 тысяч человек, дорогие друзья, 6-0-0-0. И тоже по жребию, то есть по лотерее. Вы получали письмо или новость, информацию, что в этом году вы будете в суде. Конечно, не все 6 тысяч человек судили, говорили, кто прав, кто не прав. Там были такие секции дикастерии. В каждом дикастерии было 500 человек. 5-0-0. И когда был суд, эти 500 человек работали, решали, судили. По факту, в реальности это был суд присяжных. Суд присяжных – это когда обычные люди в суде думают, говорят, и в конце они говорят вердикт. Виноват человек или нет. Суд присяжных. Может быть, в вашей стране есть суд присяжных. И каждый гражданин может получить письмо, где ему говорят, что он должен приехать и быть присяжным. В афинской демократии каждый год их было 6 тысяч человек. Ну что, дорогие друзья, мы можем сказать, что это идеальная система, идеальная демократия. Каждый человек в своей жизни несколько раз занимал государственную должность. Занимал государственную должность, значит, работал на полис, на государство. Мне кажется, мы сегодня немножко как клиенты. Да, мы платим налоги, мы платим деньги, чтобы они работали хорошо. Но мы говорим, что да, я плачу налоги, но я больше не хочу ничего делать. Вы всё должны для меня делать. Чуть-чуть как клиенты этих политиков. И когда они делают что-то не так, или танцуют и пьют алкоголь, мы их критикуем. Я думаю, что если мы сами год или два занимали государственную должность, мы лучше понимаем, как работает наша страна. Ну что, это идеальная система? Нет, нет, дорогие друзья. В реальности, в реальности эти люди, которые могли управлять полисом, контролировать полис, это было только 15% всего населения. 15%, 1,5%. Население – это люди, которые живут в полисе. Как? Как это возможно? Почему? Ну, например, женщины. Женщины в Древней Греции не голосовали и не участвовали в ариопаге, в суде, в управлении государством. То есть женщины не могли ничего делать. Также в Древней Греции, в Древнем полисе были рабы. Раб, раб – это несвободный человек. Это человек, который должен работать на вас, на вашу семью, и он не получает деньги за это, рабы. Также в Афинах были метеки. Метеки. Метек – это свободный человек, это не раб, но он не гражданин. У него нет статуса гражданина. У него нет паспорта. Это метеки. Рабы, женщины и метеки не могли голосовать, не могли принимать политические решения. Поэтому в реальности, да, афинская демократия была не для всех. Что можно сказать об афинских женщинах? У них была не очень приятная ситуация, не очень приятная жизнь. Они занимались домом. Они были дома почти всегда. Они могли выходить на улицу только, если муж согласен и не одни. Также афинянки, женщины в Афинах, не ходили в школу. Они могли учиться дома, танцевать, петь, готовить. Их главная роль – это были дети и муж. Вот, ситуация была не очень хорошая у женщин, но афинянка, афинская женщина могла развестись, разводиться, развестись. Значит, если она не хочет быть замужем за этим мужчиной, она может попросить развод. Развод – это когда люди больше не женаты. Да, она могла это сделать. И также она могла взять свое приданное. Приданное – это когда женщина выходит замуж, ее семья дает ей деньги, может быть, мебель. И когда в Греции, в Афинах, женщина разводилась, она могла взять это приданное. Также в Афинах были гетеры – это свободные женщины. Ну, говорят, что это были как куртизанки, но нет, это были женщины, которые могли много читать, говорить с мужчинами. Это были свободные женщины-гетеры. Теперь рабы. Рабы – это несвободные люди. Когда мы говорим сегодня рабы, мы думаем об африканских странах. Но нет, в Афинах рабы – это были греки из других полисов. Это были просто другие греки. Как человек мог стать рабом? В результате войны, если между полисами была война, полис, который победил, мог взять рабов в другом полисе. Это были долги. Когда мы должны деньги другому человеку, и мы не можем заплатить, мы могли стать его рабом. Также это были иностранцы. И в Афинах было много-много рабов. Но я прочитала, что в Афинах у рабов были тоже права и привилегии. Например, они могли жениться, как хотят. Раб мог жениться, иметь мужа или жену, если хочет. Также, если кто-то убивал раба или бил раба, то суд, трибунал, судил этого человека, даже если это свободный гражданин Афин. Раб мог выкупиться. Выкупиться значит заплатить деньги и стать свободным. И также человек, гражданин Афин мог освободить своего раба. Освободить значит сделать его свободным. Мы все люди, у нас есть эмоции, симпатии. И если человек нам нравится, если он наш раб, но он стал нам как другом, то мы могли его освободить. Вы видите, дорогие друзья, что да, Афинская демократия – это была уникальная ситуация, уникальный режим. Люди участвовали в управлении государством, играли активную роль в контроле над своим полисом, но в то время женщины, рабы, иностранцы не имели прав, не могли участвовать в этом процессе. Я думаю, что это было интересно. Мне было интересно узнать о ситуации женщин и рабов в Древней Греции. Я думаю, что я еще сделаю подкасты об этом. Спасибо, что слушаете. У этого подкаста есть полная транскрипция. Вы можете прочитать ее в клубе «Дача». Приходите к нам, если вы хотите получать подкасты и видео каждые пять дней. Если вы берете годовой абонемент, вы можете послушать все подкасты, которые я записала с начала клуба. Спасибо, что слушаете и смотрите. До скорого. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!